Вести кочевой образ жизни сейчас приходится и крошке-еноту из контактного зоопарка Екатеринбурга. Малыша приходится кормить и воспитывать сотрудником зверинца. Ведь родная мать заботиться о нем не захотела. Неужели у звереки с другими детенышами? Это достаточно часто происходит. Это от многих факторов зависит. Как и от стресса, когда забирают второго енота. Она остается одна. Либо от каких-то еще разных факторов. Она сама не хочет скармливать, не принимая детей. Малыш-отказник растет в контактном зоопарке, но общаться в основном с людьми, а не с сородичами. При виде же собратьев кроха начинает шипеть и бросается в драку. Скармливать его пришлось искусственно. Но несмотря на это, говорят опекуны, малыш растет крепким, здоровым и дружелюбным. Оказывается, если еноты с детства живут рядом с человеком, то начинают думать, что они тоже люди. И агрессию по отношению к гостям зверинца не проявляют. Главное в их присутствии следить за вещами. Зверки любопытные и легко могут утащить телефон или сумку.